всем привет друзья как твои дела а куда ты собрался школу знакомиться с учительницей ты хочешь школу давай беги другу к своему доброе утро дорогие друзья мы сейчас направляемся в школу школу в турции начинается с 9 сентября но первая неделя сентября для младших классов это знакомительные дни можно прийти познакомиться с учителем получить учебники а так полагаю и получить список канц товаров которые нужно приобрести форму к сожалению мы не нашли нулевая нулевой размер разобрали мы долго никак не могли зарегистрироваться закрепиться за этой школы потому что наш адрес не не был привязан к этой школе администрация школы долго никак не могли с министерством образования перекинуть наш дом в эту школу в итоге у нас все получилось осман идет со своим другом данилом который живет в нашем комплексе соседнем блоке давайте посмотрим что это за школа и как вообще проходят так называемых условно собрание с родителями осман ты сейчас пойдешь первый класс до 1 класс знакомиться пойдем до вот такая школа с маму тебя будет здесь у них спортивная площадка небольшая школа маленькая это начальная школа четыре года обучения пройдут да дай бог здесь наши мальчики вот такая форма которая говорила которую мы не нашли придется покупать отнюю ручку и ушиваться поднимаемся осман расписание получается по 40 минут 15 перерыв 15 15 минут это вот перерыв на обед вот они с собой вот ланч чекса на себя 40 минут это хорошо это класс османа осман вот смотри где ты будешь учиться тебе будут ждать в понедельник придешь сюда заниматься с ребятками вот твой шкафчик будет шкафчик есть сюда сядешь и будешь заниматься вон шкафчики есть выходи выходи к доске будешь руку поднимать только руку поднимать надо сначала учительница не пришла сегодня рисовать будете да пойдем посоли муки у данила какой класс вас разделили в разные классы к сожалению такой же класс кондиционеры есть парты старые вот наш класс 1а данил попал в 1б пойдем искать форму еще в двух магазинах сказали где можно поискать осман учительницы не было сегодня их отправили куда-то на обучение в 5 сказали подойти повторно и в пятницу нам дадут учебники вот друзья искала искала два дня искала форме для нашей школы название нашей школы вверх оранжевый то есть это футболки с коротким рукавом это в теплую погоду и есть еще с длинным рукавом низ это вот бежевые брючки разный материал можно любой фасон лишь бы это было вот но в примерно в таких тонах мы нашли очень и очень тоненький материал прям хлопок дышащий такой тоненький тоненькая ткань и то что здесь на резинке в общем как бы для худенького мальчика вы нормально рост прям вот ну на один год наверное там хватит больше покупать смысла не вижу потому что будет на попе висеть ну вот такие мы худенькие что касается верха это беда бедой мы все искали нулевой размер у нас соседи которые с нами идут они все-таки нулевой брали брали наверное ну месяц назад ну понятно дело что мы припозднились форму дело в том что нас долго не могли зарегистрировать в эту школу потому что наш дом не привязан к этой школе сейчас министерство образования перепровязала наш наш комплекс наши дома к этой школе и нас в систему буквально вот сколько дней назад зарегистрировали я боялась что если мы купим сейчас комплектом две пары брюк футболки с длинным рукавом там еще толстовкой да как бы по желанию можно взять можно не взять и шорты то есть вот такой комплект четыре верха 5 верха не давайте так две футболки с коротким две футболки с длинным рукавами толстовочка оранжевая такая же две пары брюк и шорты наши соседи заплатили 2000 лет на экране напишу валюте и в рублях я взяла одну ручку посмотреть что нам можно сделать с этой футболкой чтобы ее как-то уменьшить сейчас мы ее примерим покажем вам может быть так и оставим но не знаю что еще ну вот взяли вот брюки и футболочку в общем вот так вот огромная футболка длину ну еще как-то можно подрезать ведь она чуть ли не до колен доходит вот коленки вот а низ не сел прям замечательно задом повернись папочка своей повернись вот эти тут все хорошо села так что посоветуете сделать предлагаю вот тут зацепить по сантиметру попробовать и косую косую строку вот сюда по нулям выйти а то у нас немножко еще по сантиметру не спасет конечно но делать нечего осман ты когда поправишься ты когда толстеньким станешь да попробуем заправить ну вот предлагаю здесь по два сантиметра звуков защипнуть и по убывающий сюда вывести чтобы плечо не нарушать вот так если сделать то будет хорошо вот так а так вот она вот или чё или это норм нет не норм нет не норм огромное горлышко да тебе нравится форма а давай покажем что мы купили тебе из конца товаров тетрадки твои что еще требуется для первоклашек при поступлении на учебу скажем так нам сказали принести две тетрадки вот такие тоненькие 40 листовки в клеточку и линеечку 2 тетрадки для прописей альбом ведь мы для рисования файлик личное дело как он правильно уже все забывают на кнопочки это у нас липучки надо будет написать фамилию и имя наклеить на каждую тетрадку и на концтовары чтобы дети не путались это у нас скатерть для еды то есть перерывы ходник 40 минут перерыв об этом попозже расскажу будут они обедать вот еду они носят собой это у нас счетные палочки и фасоль как они называют то есть видимо потом считать перебирать это у нас должно присутствовать на обеде салфетка влажная и обычная салфетка карандаши так как где еще карандаши постель куда положила карандаши два простых карандаша и два красных ластик это у нас скотч ножницы клей и точилка еще надо было купить вот такие карандаши постель но вы не стали покупать потому что нам соседка отдала не практически но не использованы чтобы не покупать лишние лежат у нас еще где-то лежат постели постель видите розовые цвета очень много до объемная но как правило начальной школе у них есть шкафчики они оставляют книжки там ты смосят только вот тетрадки вот такие не тяжелый портфель получается вот это все нам обосло обошлось 900 лет отдельно для учительницы нужно было приобрести салфетки влажные салфетки бумага а4 упаковка и три таких маркера это на доске как правильно интерактивная доска или как правильно не знаю вот то есть для учителя вот такой вот такая помощь что касается доставки детей трансфер стоит 2100 тире 2300 лир возьмем по минимуму допустим 200 и будет зависеть от того сколько бензин будет расти 2100 лир с каждого ребенка чтобы доставить его буквально тут у нас километр дорога не очень удобная нужно идти по трассе поэтому небезопасно здесь принято что сервис собирает детей от подъезда дома и привозит также к вам домой вы спускаете встречаете своего ребенка мы договорились с нашими соседями и с нашим кпд кпд это сотрудник нашей территории который убирается стрижет кусты занимается уборкой чинит вот разнорабочий скажем так он возит в эту же школу свою дочурку мы договорились что мы будем ему доплачивать за бензин и он от нашего дома будет увозить и привозить хоть здесь мы сэкономили ну это все напишите в комментариях сколько у вас вышло собрать ваших детей в школу учебники кстати здесь выдаются бесплатно в продолжении продолжу этот ролик сняв завтра новый фрагмент видео завтра мы пойдем в школу и знакомиться с учителем и получать учебники учебники здесь бесплатно абсолютно новые оставляются детям то есть их сдавать не нужно в учебниках можно что-то писать карандашиком тихонечко потом стирать пластиком в общем в этом плане удобно книжки всем новые достаются от государства бесплатно включая иностранных детей еще мы приобрели сумку за 250 лир портфель у нас была маленький маленький портфель но туда не полезут тетрадки а4 формата купили наклейки честно клеим чтобы было повеселей и еще мы купили ланч бокс термо бокс то есть он держит тепло все-таки ребенок будет уезжать 8 утра начала урок 8 20 дальше идут 4 занятия по 40 минут с перерывами на 15 минут и затем после четвертого урока 40 минут на перерыв где они будут кушать данное удовольствие стоит 900 лир здесь ложечка ложечка там помытая лежит сейчас будем добавить сюда ложку вилку вот открывается она очень легко с четырех сторон открывает и прям не вытаскиваясь с этой сумки вот здесь можно положить и жидкий суп одной рукой неудобно открывать жидкий суп мы не будем класть дабы не разлить все это алюминиевая прослойка вот пластик и плюс еще из фольги как был такой плотный чемоданчик скажем так что здесь можно положить горячие то есть какой-то салат рис допустим сосиски мака или там котлеточки фрикадельки хлеб или там фрукты ну в общем тут можно разбежаться так полноценное питание обед турецких школах к сожалению нету столовых вот бывает что открывают какие-то кафешки где можно какой-то фастфуд перекус найти себе так как мы турецкую кухню не самое не очень то есть не приветствуем это острые блюда это обязательно тесто очень много нута риса то что не любит осман совсем от слова совсем поэтому я буду готовить ему с утра разогревать накладывать готовую еду и дальше он уже самостоятельно пол двенадцатого них break то есть по 8 завтрак дома пол двенадцатого не садятся там сами самостоятельно раскладывают скатерта который показывала достает еду кушают убираются стола все аккуратненько обратно складывают дальше идут на улицу догуливают большую перемену на улице во дворе и дальше уже идут опять в класс еще на два урока по 40 минут и того 6 уроков по 40 минут за заканчивается получается начало 820 и в 1405 заканчивается последний урок 900 250 и 900 констовары и плюс вот это добро 470 сейчас чек посмотрела вот так стоит отправить ребенка в школу но понятное дело что нам еще нужно на сменку футболочку докупить и с длинным рукавом футболку получается сумма на экране сбор ребенка в турецкой школе начальной школе подчеркну первый класс вышла мне вот в такую сумму